Вот и на связи! Гвардия предала своих братьев по оружию! 501-й элитный штурмовой легион! Непременно поддержи видеоролик лайком, а канал подпиской! Начинаем! О, новоприбывший с камина! Пойдем, я тебе все покажу! Наверное, у тебя был долгий путь сюда, и ты надеешься отдохнуть! Ты попал не в то место и не в то время! Сейчас идет подготовка к новому боевому вылету, и ты сразу отправляешься с корабля на бал! Ну, боец, не забудь взять с собой боеприпасы и провизию, ведь вылазка будет длительной! Ради Великой Армии Республики ты обязан сделать все, что в твоих силах! А теперь вперед! Как думаете вы, почему-таки гвардия предала своих братьев один из лучших легионов Великой Армии Республики 501-й? Непременно пишите, мне будет чрезвычайно интересно прочесть, потому что действительно ситуация, как вы понимаете, неординарная! Давайте я вкратце объясню, кто есть кто, у кого какие, значит, вооружения и так далее, и тому подобное! Итак, Командер Фокс вместе со своей Корусантской Гвардией, со своей Элитой из Элит! Да, естественно, у Капитана Рекса здесь 501-й Легион, как это ни странно, ближайшие соратники! И да, действительно, схватка с какой-то стороны неравная, потому что 501-й Легион повидал такое, что и Корусантской Гвардии в казармах там и не снилось, и не говорилось! Ну, мы все знаем, как в казармах любят, значит, сочинять сплетни, тем более те, кто ни разу и не был на поле битвы! Поэтому будет интересно посмотреть на фактически, ну, как принято называть псов режима и настоящих воинов, которые побывали в том еще пекле! Итак, они окружены буквально со всех сторон! Слева, справа и, как видите, спереди бойцы со щитами! Самые прочные, как говорится, последнее слово инженерии Галактической Республики, а вы должны понимать, что это значит! Слева точно так же, как и справа, но если мы смотрим, естественно, от лица 501-го Легиона, у бойцов 501-го тоже, конечно, имеются стационарные пулеметы, причем довольно-таки неплохие! Вот, например, вы видите, один из них самый лучший в армии всех галактик, более слабый, но тоже довольно неплохой, и вот такая вот установка, которая будет сдерживать лобовые атаки Фокса и его приспешников! Ну, я, естественно, как можете понять из контекста, придерживаюсь стороны 501-го Легиона, еще раз, помимо того, почему эта стычка случилась, вы можете написать еще, кого поддерживать, и это будет тоже довольно занимательно почитать! Ну что же, я всем желаю приятного просмотра, не буду вас долго задерживать, мы начинаем эту схватку! Итак, сразу же начинается схватка, жесточайшая перестрелка, вы сами можете за этим наблюдать. Я предлагаю сначала посмотреть, как это выглядит от лица бойцов 501-го, ну а затем уже от наступающих карусанских гвардейцев. Да, эпизод 1-го несет очень тяжелые потери, как вы можете наблюдать. Гвардейцы довольно неплохо были расположены Фоксом. Вот так это все выглядит. Он даже, видите, не особо хочет стрелять по своим братьям. Но, кстати, у гвардей тоже довольно много уже погибших, хочу вам сказать. Я предлагаю все это дело чуть-чуть ускорить. Так-то лучше. Смотрите, какой Фокс трусливый спрятался за бойцами с щитами. 1, 2, 3, 4 его солдат охраняют. Ну, для кого-то солдат, для кого-то жандармы. Он, конечно, здесь в безопасности. Может мне кто-то возродить, сказать, что и Рекс, извини меня, не на передовой. Но все-таки Рекс возглавляет это движение. Поэтому его надо охранять. Вот так все происходит на правом фланге. Здесь они прорываются довольно... Хотя, ладно, не прорываются. Беру свои слова назад. Но нанесли бойцам 501-го довольно серьезный ущерб. Потому что, как видите, здесь очень много погибших. На левом фланге вообще что происходит? Ну, слушайте, на левом все как раз таки получше. Потому что здесь в основном гвардейцы несут потери. Причем довольно крупные, вы сами видите. Можете наблюдать. Были они фактически все тут разбиты. Благо еще бойцы на турелях отстреливаются героически. Ну да, смотрите. На правом фланге все намного хуже происходит. Ну-ка, а что там Фокс? Что там Фокс? Ну-ка, неужели? Дамы и господа, спешу вам доложить, что Коммандер Фокс был тяжело ранен. А может быть даже и убит. Не знаю. Кому как. Но я лично надеюсь, что он убит. И взрывается шаг охоты ИТРТ. Вот это, вот это показали первые всю агрессию, всю злобу, предательство наглого. Взорвав этот АТРТ или же ИТРТ. Так рвутся здесь вперед на правом фланге. Но, естественно, у них уже подходит более элитное подкрепление. Это клоны тени, которые, я думаю, вы понимаете, были, отправлялись на миссии. Задачи исключительно важного характера. Бойцы здесь, естественно, 501-ые отстреливаются. Давайте на это посмотрим героически. Пулеметчик. Ох ты, бедный парень. Жалко, жалко. До конца, конечно, бойцы здесь отстреливаются буквально. Вы сами видите. Их уже вот-вот подходят. Убьют. Но они все равно держат винтовку до конца. И отстреливаются. Ну, а гвардейцы продолжают их зажимать. Смотрите, тут уже они перебрасываются гранатами. Неужели... И это, кажется, все. Капитан Рекс был повержен, увы. Но я думаю, вы не будете отрицать того, что действительно бойцы держались до конца. Капитан Рекс возглавлял это движение до последней... До последнего выстрела. И он большой молодец, конечно. Начинается второй раунд этой жестокой схватки. И можно ее, я думаю, назвать довольно мерзкой и грязной. Потому что здесь сражаются не оппоненты против друг друга, а братья. Можно сказать, себя рвут в клочья на куски. Вы сами видите. Продолжается жесточенная схватка, борьба. И, кстати, на этот раз, как по мне, во втором раунде... Да, Капитан Фокс, во-первых, пошел уже на правую сторону, а не на левую. Я хочу напомнить, что игра абсолютно заключает в себя случайный исход событий. Я тут ничего не подстраиваю или что-то еще. Вовсе нет. Все решается случайностью. И я вам хочу сказать, что уже чуть-чуть поменялись, по-моему, местами гвардейцы и клоны 501-го легиона. Потому что у гвардии довольно быстро погибла вся пехота на левой стороне. Как и, в принципе, на правой там немало погибло. Хотя нет, смотрите, тут бойцы со щитами продолжают отстреливаться. Но отступают, пока не лезут. Поэтому бойцы 501-го здесь держатся достойно с обеих сторон. К сожалению, были довольно, как по мне, быстрее разбитые здесь бойцы, которые занимали вот эти турели. Если они будут уничтожены намного быстрее, чем в прошлый раз, это, конечно, будет довольно печально. Неужели сейчас убьют командора Фокса? Ну-ка. Ну, Фокси, давай, ну, вылези чуть-чуть, совсем чуточку. Ну, прям привстань посмотреть, как там проходит сражение и все. Потому что если он выживет на этот раз, это будет печально. Ну, его ранили, смотрите. Его дважды, трижды ранили. Конечно, отвлекает вот этот боец на себя весь огонь. Фокс в относительной безопасности. Слушайте, неужто так мало бойцов 501-го осталось? Черт, под... У Фокса подкрепление. Дамы и господа, я, кажется, буду вынужден сейчас констатировать, что 501-й справляется на этот раз еще хуже, чем в предыдущий раз. Но, опять-таки, я никому здесь не давал инициативу лично. Ни 501-му, ни гвардии. Все было наравне, но... Вы сами видите. Капитан Рекс, к сожалению, был на этот раз повергнут. Ну, а Фокс выжил и, кажется, сейчас он выполнит этот ужасный приказ вновь. И, к сожалению, получит повышение очередное. Ну, Фокс, что я могу тебе сказать? Молодец, выполнил очередной приказ канцлера Палпатина. Ну что, друзья мои, 2-0 в этот раз. Только Коррустанская гвардия намного скорее выполнила свою миссию. И 501-й был повергнут. К сожалению, капитан Рекс тоже был убит. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok